КАНСК Библиотечная сеть в нашем городе представлена 11 библиотеками. В эту сеть входят несколько модернизированных библиотек, одна модельная библиотека и библиотеки-филиалы. Наши библиотеки работают согласно модельного стандарта деятельности публичных библиотек. И сегодня они не только место хранения и выдачи книг, но и место культурно-просветительского досуга и просвещения населения города Каннска. Библиотеки сегодня позиционируют свое доступное, открытое, комфортное интеллектуальное пространство как третье место. Созданы возможности для разнообразных коммуникаций между людьми, книгами, знаниями, информацией. И все это происходит в пространстве наших библиотек. Библиотекари сегодня ведут активный поиск нестандартных форм продвижения книги и чтения. Вносят в традиционную работу новые идеи, разрабатывают новые социокультурные проекты, которые прежде всего направлены на продвижение книги и чтения. Ну и, конечно, один из важных показателей — это привлечение новых читателей и посетителей в наши библиотеки. Поддержка чтения является основным направлением работы всех библиотек. Сохраняя традиции, мы в постоянном поиске новых форм и методов привлечения внимания жителей города к книге и чтению. Основная программа развития ЦБС города Каннска — «Каннск. Город читающий», в которую входит ряд подпрограмм, направленных на продвижение книги и чтения среди всех возрастов жителей города Каннска. Ну и позвольте остановиться на наиболее эффективных библиотечных проектов, которые проходят в наших библиотеках и направлены на продвижение книги и чтения среди жителей города. Так, например, в городской библиотеке имени братьев Стругацких, которая была модернизована, к слову, в 2015 году в рамках краевого сетевого проекта «Библиотеки будущего» и открыла свои двери уже в обновленном пространстве с обновленным книжным фондом. Читателей в этой библиотеке числятся более 6 тысяч. Представленные читатели — это все возраста у нас от детей, молодёжи и взрослое население. И, конечно же, библиотека очень у нас большая, просторная, красивая, современная. И проекты, которые реализует эта библиотека по продвижению книги и чтения, одним из таких больших проектов и уже не первый год проходящих, это большие каннские чтения, чтения современного поколения. Кроме этого проекта, ещё такие у них проекты реализуются, как «Читай, будь в тренде», под именем братьев Стругацких, «Мир через книгу» и много других проектов. Так, в рамках проекта по продвижению книг братьев Стругацких и научной фантастики, который называется «Под именем Стругацких», проходят дискуссии, дебаты, видеолектории, квизы, печи-кучи, оформляются книжные экспозиции, фотосушки. Проект способствует развитию интереса к чтению книг Стругацких, знакомит прежде всего молодёжь города с творчеством писателей-фантастов и повышает читательскую и творческую активность. Как я уже сказала, один из наиболее важных проектов и, можно даже сказать, брендовых проектов этой библиотеки — это «Большие иканские чтения». Он у нас стал ежегодным, на протяжении 10 лет уже проводится. И здесь у нас основная цель — это продвижение чтения среди подрастающего поколения. Практически целый месяц проходят «Большие иканские чтения», где задействованы все возраста — это младший школьный возраст, средний школьный возраст, старший школьный возраст и студенты техникумов, колледжей, которые расположены в нашем городе. Очень интересный проект, который у них проводится второй год, это фестиваль семейного чтения, творчества и развития, называется «Умный фест». Он приурочен к празднику Дни семьи, любви и верности. И в связи с тем, что у библиотеки большая прилегающая территория, то дает возможность собрать на мероприятие большое количество человек разных возрастов, участников, зрителей. Очень много привлекаем партнеров, в том числе из коммерческих структур. Прежде всего, в рамках фестиваля это проходит очень много интересных громких чтений детских произведений. Это, конечно же, семейные флешмобы, игры и конкурсы, творческие мастерские. И когда проходит фестиваль, это целый день интересного досуга для семей города, для молодых, для молодежи, потому что программа фестиваля рассчитана с утра и до позднего вечера. Кроме этого, еще хотелось бы отметить, что при библиотечной территории городской библиотеки Братьев Стругацких позволяет тоже осуществить ряд проектов, которые направлены на продвижение книги и библиотеки. Так у них на сегодняшний день на прибиблиотечной территории созданы несколько арт-объектов по произведениям Братьев Стругацких. Это улитка на склоне, жук в муравейнике. И буквально в прошлом году у нас создано культурное лофт-пространство «Книжный букросинг». То есть это место, где даже если библиотека закрыта, можно прийти и выбрать любую литературу, которая нравится нашим читателям и посетителям. Не менее интересные проекты по продвижению чтения у нас реализуются и в городской библиотеке имени Юрия Рафаиловича Кисловского. К слову сказать, эта библиотека у нас тоже была модернизирована в рамках краевого сетевого проекта в 2016 году. Библиотека по концепции стала центром краеведческой информации для жителей города и носит имя известного в Красноярском крае краеведа, в прошлом преподавателя Каннского библиотечного техникума, автора топонимического сборника «Почему так названы». И основная деятельность этой библиотеки строится на основе просветительской программы «Каннск.краеведческий дневник». В рамках этой программы в библиотеке проходят познавательные встречи, лекции, квесты, литературно-краеведческие игры, экскурсии, которые позволяют расширить знания молодежи по истории и культуре Красноярского края города Каннска. В связи с тем, что библиотекари используют интерактивные формы работы и дают возможность каждому участнику мероприятия увидеть за скупым термином краеведения много нового, интересного и познавательного. В летний период в этой библиотеке реализуется проект «Сквер читающих людей», который направлен на создание комфортных условий для чтения в летний период. И в рамках проекта в сквере возле библиотеки проходят акции литературные, литературные игры, работает летний читальный зал практически каждый день. Не менее интересная работа у нашей городской детской библиотеки Аркадия Гайдара. Эта библиотека была у нас открыта в 2019 году, также в рамках краевого сетевого проекта. И концепция этой библиотеки «Каждый ребенок особенный, все дети равные». Библиотека у нас занимается целенаправленно обслуживанием читателей детей-инвалидов по зрению и является единственным центром в городе по организации культурно-просветительской работы с детьми-инвалидами. В рамках этой деятельности библиотеки осуществляются такие программы, как программа семейного чтения «Семья у книжной полки» — это приобщение детей и родителей к совместному чтению, развитию творческих способностей и удовлетворению их информационных потребностей. Еще одна программа — это чтение с рождения, приобщение детей дошкольного возраста, книги и чтение. Очень тесно идет сотрудничество у нас с детскими садами, так как библиотека расположена в густонаселенном микрорайоне города. Школы окружают ее, детские сады, и все очень тесно работают с этой библиотекой. Кроме этого, у нас действует интересная лаборатория добрых дел «Тимуровец» на базе этой библиотеки. Это тоже одно из направлений деятельности нашей библиотеки с целью развития добровольческих инициатив, привлечения волонтеров в проекты по продвижению чтения. Тоже достаточно интересно проходят заседания, реализуются проекты, особенно в летний период, когда наши тимуровцы читают очень много книг, и эти книги представляют своим друзьям, знакомым и другим детям. Кроме этого, у них ряд таких внутрибиблиотечных проектов, популяризации творчества и книг, конечно же, Аркадия Петровича Гайдара. Программа у них называется «Гайдар. Время. Мы». В летний период библиотека реализует проект «Арт-каникулы» в Гайдаровке. В этот период через игру и книгу дети и подростки находятся в библиотеке, находятся на прибиблиотечной территории. Они очень много тоже читают, читают различные литературы. В рамках проекта проходят у них постановки кукольных спектаклей, литературные праздники, творческие занятия. Также при этой библиотеке работает летний читальный зал. Ещё одним из проектов, который я хотела бы представить, это проект «Мои особые книги». Проект этот направлен на социокультурную реабилитацию детей-инвалидов и детей с ОВЗ через книгу и чтение. И этот проект больше носит прикладной характер, потому что во время проведения занятий в рамках проекта дети работают над текстом, читают по ролям, обсуждают характеры героев, затем подбирают кукол, ставят спектакль и сами же становятся участниками, когда этот спектакль уже выходит для наших зрителей. Кроме этого, в рамках этого проекта они изготавливают тактильные книги для слабовидящих детей. То есть это дети детям готовят вот такие интересные познавательные книги. В 2022 году библиотека ещё стала у нас победителем фонда президентских грантов с проектом «Театральная студия. Сказка. Голосами детей и актёров». Это вот как продолжение проекта «Мои особые книги», только уже на более расширенную аудиторию. Здесь дети задействованы все. И совместные творческие занятия у нас уже идут в этом году. И вот в конце года у нас уже на суд будет представлена большая театральная постановка, опять же, усилиями наших детей. В прошлом году в городе Каннске после модернизации в рамках национального проекта «Культура» у нас открылась ещё одна обновлённая модельная центральная детская библиотека. Участие в проекте дало возможность для наших юных читателей и их родителей создать совершенно новое современное пространство. Мы обновили практически на 80% библиотечный фонд. Добавились у нас названия периодических изданий. У наших читателей и посетителей появилась возможность работы на современном компьютерном и мультимедийном оборудовании. С помощью новых дизайнерских решений в интерьере нашей библиотеки реализован основной принцип современной библиотеки — это открытое, доступное, многофункциональное пространство. Пространство у нас в библиотеке очень легко трансформируется, что даёт возможность как организовать лекции, так и встречи с интересными людьми, уединиться, провести семейный праздник. И даже у нас проводятся телемосты с пестателями. В обновлённой библиотеке у нас реализуются такие проекты по продвижению книги чтения, как «Время читать» — это для детей младшего школьного возраста. «Библиотека идёт к вам» — это для детей среднего школьного возраста. Действует очень много клубных формирований. Они были открыты у нас буквально с января текущего года. Клубные формирования для различных возрастов у нас для детей. Они все новые, интересные. Мы уже завершаем год, подводим итоги и видим, насколько библиотека стала более популярной, более посещаемой, с учётом того, что произошло такое у нас обновление в рамках национального проекта «Культура». Ну и, конечно, не могу сказать ещё об одной нашей библиотеке, которая является одной из старейших библиотек в Красноярском крае. Это Центральная городская библиотека имени Антона Павловича Чехова. В 2022 году она отметила 115-летие со дня своего основания. Конечно, эта библиотека у нас крупный информационный и культурный центр города и находится в центре города. Услугами пользуются более 11 тысяч взрослого населения. Фонд представлен более 108 тысяч библиотечного универсального фонда, большая часть которого представлена художественной литературой, русской, зарубежной классикой. В большом ассортименте представлены учебные и справочные издания на традиционных электронных носителей. К услугам жителей города представлено более 100 наименований периодических изданий — фона, видеотека. Ну и, конечно, открыт бесплатный доступ к электронным правовым базам, к электронным библиотечным системам. Прежде всего, это Национальная электронная библиотека, электронная библиотека «Литрес», «Полпред» и много других. Библиотека «Чеховка», как мы ее называем в народе, это прежде всего центр общественной жизни, место проведения встреч с писателями, музыкальных вечеров, разнообразных выставок. И, как я уже сказала, она у нас расположена в центре города, в историческом здании. И сама библиотека сегодня стала для жителей культурной достопримечательностью нашего города. Книжные выставки в этой библиотеке являются одним из самых традиционных и распространенных методов раскрытия библиотечного фонда. Сегодня специалисты Центральной городской библиотеки очень творчески и креативно подходят к созданию выставок, которые в результате превращаются в настоящие экспозиции. Масштабные выставки в библиотеке создаются к юбилейным, к памятным датам, в том числе и краеведческого характера. И зачастую наши выставки становятся частью крупных городских, краевых мероприятий и являются не только самостоятельной, интересной, но и познавательной локацией. Ну и, конечно, не могу сказать об проектах, которые реализует библиотека «Чеховка», потому что у нее очень много проектов. Это очень большая у нас крупная библиотека. И вот из таких масштабных и успешных проектов Центральной библиотеки Чехова я хотела бы представить Театр книги в Чеховке. Реализуется этот проект с 2017 года, пользуется популярностью среди молодежи города и зарекомендовала себя как интересная и продуктивная форма работы в продвижении книги и чтения. Конечно, основная цель этого проекта — это продвижение чтения книги в молодежной среде, повышение их интеллектуального уровня, развитие молодежных инициатив и творческого потенциала. Через театрализованные форматы работы происходит знакомство с художественной литературой, чтение этой литературы, читка по ролям, и в заключение у нас проходят очень масштабные театрализованные постановки именно с привлечением наших читателей. Этот проект и эти мероприятия стали брендовыми для Центральной городской библиотеки имени Антона Павловича Чехова. Кроме этого, данный проект лег в основу многих социокультурных проектов, которые были поддержаны различными грантовыми фондами и успешно реализованы на базе библиотеки. Также хочу отметить, что в 2022 году ЦБС города Канска заняло почетное первое место среди городских округов в краевом конкурсе «Самый читающий муниципальный округ». На конкурс мы как раз представили наш проект по продвижению книги и чтения «Театральные среды в Чеховке. Чеховский сезон». Следует отметить, что важным условием успешной деятельности библиотек в продвижении чтения является сосуществование и взаимодействие с новейшими технологиями, которые сегодня являются мощным инструментом в продвижении книги и чтения. Сегодня библиотечное пространство — это еще и виртуальное пространство библиотеки. Библиотекари в электронной среде составляют свои сообщества, группы по интересам, обсуждают актуальные темы, обмениваются опытом работы. Библиотечные социальные сети выступают инструментом для продвижения библиотечных новостей и услуг, обмена опытом по продвижению книг, чтения, информирования о мероприятиях, о новых поступлениях в библиотечный фонд и, конечно же, привлечения новых читателей в библиотеки. Так, например, одним из проектов стал проект «Неформатное чтение». Это продвижение литературы в виртуальной среде, привлечение новых посетителей, то есть посетителей социальных сетей, сделать реальными посетителями библиотеки. В рамках данного проекта был предоставлен контент о книгах, доступных ресурсах для изучения, просмотра в режиме онлайн, виртуальные чтения проходили, виртуальные выставки, видеообзоры, виртуальные акции и презентации. Ещё один не менее интересный проект — это звучащая книга. Звучащая книга включает в себя два направления. Первое — это когда в летний период у нас на колоколах на центральной площади города, в нашей центральной библиотеке, в течение лета, вот трёх месяцев, пока стоит у нас тепло, мы представляем известных авторов, литературу, идёт чтение книг. Кроме этого, как второе направление этого проекта — это работа подкаст-канала «Канск. Прочитанная история». Здесь представлены интересные факты о городе Канске, об истории города Канск, о Красноярском крае. И подкаст-канала можно ознакомиться на сайте нашей библиотеки. Ну и, конечно, нельзя не сказать сегодня о сайте библиотеки, потому что это тоже своего рода пространство, где мы популяризируем, продвигаем книгу, библиотеку и чтение. Наш сайт действует с 2010 года, и на нём мы не только доводим основную информацию до наших читателей, посетителей, но также у нас существует обратная связь. Посетители сайта высказывают свои пожелания, оставляют комментарии по темам публикуемых материалов. Помимо электронного каталога, на сайте представлены информация о библиотеке, перечни услуг, анонс мероприятий, созданы виртуально-справочная служба «Заочный консультант», электронная доставка документов, работает сервис «Продление онлайн». Сайт у нас постоянно актуализируется, обновляется и добавляются новые сервисы. Если говорить о литературе, то у нас сделан отдельный раздел, который называется «Литературный Канск». Он состоит из нескольких подразделов. Это там, где представлена литературная карта города, другой раздел — это «Каннские авторы», литературное объединение. И, конечно, очень много у нас на сайте виртуальных обзоров, выставок о новинках литературы, о памятных датах, о книгах-событиях. Сегодня библиотека уже перестала быть просто хранилищем книг. Постепенно превратилась в центр интерсоциальной и культурно-просветительской помощи своим читателям. Но сегодня остается вопрос актуальным. Какие новые форматы и методы работы позволят нам еще больше активизировать читательскую и творческую заинтересованность реальных и потенциальных читателей и наших посетителей, и сделают чтение книгу привлекательной и актуальной в жизни наших жителей? Так как основная тенденция последних лет — это утрата исключительной роли чтения в жизни общества, в современном мире уже выросла массовая аудитория, воспитанная в атмосфере мультимедиа вместо существующей ранней атмосферы — книжной. Идет снижение интереса к чтению, частично утеряны традиции семейного чтения, и наша работа все больше и больше сводится к культурно-просветительской деятельности. А это обусловлено тем, что мы в погоне сейчас за выполнением основных плановых показателей. Но, несмотря на это, мы все равно на первое место продолжаем, оставляем книгу и чтение. В программе развития мы ставим основные важнейшие задачи перед библиотеками. Это прежде всего сохранение высокого статуса книги и чтения как средства социализации личности. Возрождение и развитие интереса книги среди всех слоев населения. Создание новых методик и технологий привлечения внимания к чтению, а также его продвижения. Формирование высокого уровня культуры чтения информационной культуры всех возрастных категорий. Успешная работа библиотек — это результат деятельности всего коллектива, сотрудники которого — единомышленники, работающие одной слаженной командой. У нас сформировалась особая инновационная библиотечная культура, создающая атмосферу творчества и новаторства. В приоритете всегда пользователь и его запросы. Библиотеки стали просветительским культурным институтом, где люди приходят не только за книгами, но и за общением, за получением новых знаний и творческих навыков. И в заключении своего выступления я хочу завершить высказыванием Алексея Клешко, что в современном обществе чтение должно быть модным, а библиотека — открытой и дружелюбной. С этим мы согласны на все 100%. Благодарю всех за внимание. Желаю вам плодотворной работы и успехов. Продолжение следует...